От задачи, поставленных сегодня главой государства, зависит судьба многих казахстанцев. Так считают представители общественности Шымкента. Что важного отметили для себя жители третьего мегаполиса из нового послания президента в следующем материале. Послание президента сегодня тема номер один и в Шымкенте. Оно и понятно. Каждый пункт, пожалуй, касается каждого казахстанца. Многие предложения президента общественность мегаполиса встретила аплодисментами. Поставлены важные задачи в разных сферах. Например, отчислять 50% от дохода нацфонда на счета детей до достижениями 18 лет. Услышать послание президента пришли и представители бизнеса. Рашкулюс Паналиева уже много лет руководит строительной компанией. Признается, сегодня была удивлена. По ее словам, бизнес давно ждал доступного кредитования, о котором заявил глава государства. А еще президент анонсировал новый налоговый кодекс. 2,5% таких кредитов никогда не было. Когда мы технику покупаем, тогда они государство 6% снижали. Педагог из Шымкента Бауржан Кукеев больше 20 лет отдал обучение у детей. Говорит, для повышения привлекательности этой профессии в последние годы государство сделало немало. Особо остановился на дальнейшем развитии сферы образования президент. В следующем 2023 году еще на 25% будет повышена заработная плата педагогов. Я, например, сейчас получаю около 400 тысяч в зависимости от своей квалификационной категории. В мегаполисе социальных объектов будет больше, в том числе и за счет бизнеса. До 2025 года построят 101 школу. Такой рывок уже позволил избавиться от аварийных школ и сократить трехсменные. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Шымкент, Хабар, 24.